Продолжение следует... Мировой океан – единая и непрерывная оболочка Земли, занимающая 71% поверхности планеты. В мировом океане выделяют Тихий, Атлантический, Индийский и Северно-Ледовитый океаны. Международная гидролитическая организация выделила условный 5-й Южный океан. Его северные границы проводят по 40 градусам южной широты и совпадают с границей течения западных ветров. Поставьте видео на паузу и вспомните форму рельефа дна мирового океана. А теперь обратимся к новым терминам. В мировом океане в зависимости от происхождения и расположения относительно материков выделяют острова – материкового, улканического и кораллового происхождения. Поставьте видео на паузу и запишите понятие в тетрадь. При изучении особенностей океана выполняем практическую работу номер 2 – сравнительная характеристика двух океанов по предложенному плану. Запишите название практической работы. Используя источники географической информации, заполняем предложенную таблицу согласно плану характеристики. Перечертите таблицу в тетрадь. Вписываем черты Тихого и Атлантического океана в соответствующие колонки таблицы. Тихий океан – самый большой и глубокий океан планеты. Он может вместить все материки и острова Земли. Составляет почти половину площади мирового океана. Из курса географии 6 класса вы помните – океан омывается в материке с исключением Африки. Экватор разделяет Тихий океан почти пополам. Поэтому природные условия северной и южной части не имеют резких различий. Обратите внимание на площадь океан, запишите информацию в таблицу. Располагаясь во всех полушариях, океан вытянут от ледника Роса в Антарктиде до Берингово пролива. Здесь много окраинных морей вдоль восточной окраины Евразии. Панамский канал и пролив Дрейка соединяет океан с Атлантическим океаном. В Тихом океане много островов различного происхождения. Обратите внимание на их расположение. Запишите информацию. Найдите и обозначьте моря, залив, проливы и острова на культурной карте. Атлантический океан второй по величине и глубине, самый вытянутый из всех океанов. Определите по карте, в каких полушариях он расположен и какие материки омывает. Обратите внимание на площадь. Запишите информацию в таблицу. В Атлантическом океане выделяют внутренние и окраины моря. Острова находятся преимущественно вблизи суши и имеют материковое происхождение. Обратите внимание на их расположение. Запишите информацию. Найдите и обозначьте моря, заливы, проливы и острова на культурной карте. Строение дна Тихого океана определяет Тихоокеанская литосферная плита. Окаемляемая Тихоокеанским огненным кольцом. Найдите на карте примыкающие к ней литосферные плиты. Постоянное движение которых приводит к сильной тектанической активности дна океана. Образовались материковые, луганические острова. Теплые воды и течения способствуют формированию коралловых островов. На севере выделяется северо-восточная котловина, на юге южная и перуанская. Разделены они крупными срединно-океаническими поднятиями. По окраинам океана на границе литосферных плит расположены глубоководные желоба. Марианские, чилийские, перуанские. Желоба оконтурены островными дугами. Запишите информацию, найдите и обозначьте перечисленные объекты на культурной карте. В строении дна самого молодого Атлантического океана выделяют средины Атлантических хребет, расчлененные разломами, образующие подводную горную цепь. Отдельные вершины, которые поднимаются выше уровня океана, образуя вулканические острова. В отличие от Тихого, в Атлантическом океане мало глубоководных желобов. Самый крупный из них – Пуэрто-Рико в Карибском море. В пределах океана хорошо выражена шельфовая зона, особенно в Северной полушарии, у берегов Северной Америки и Европы. Найдите и обозначьте перечисленные объекты на культурной карте. Тихий океан располагается во всех климатических поясах, кроме Арктического. Большая часть находится в экваториальном и тропических поясах обоих полушарий, поэтому это самый теплый океан планеты. Соленость поверхностных вод изменяется от экватора к полюсам. Обратите внимание на температуру и соленость вод. Тропические широты дуют посады. У берегов Центральной Америки возникают тропические циклоны. Умеренных широтах сильные западные ветры. Поставьте видео на паузу и запишите информацию. Климатические условия Атлантического океана отличаются большим разнообразием. Как и Тихий, он размещен во всех климатических поясах. Северный и южный районы отличаются суровым климатом. Поверхностные воды океана имеют наибольшую соленость. Обратите внимание на температуру и соленость водоокеана. На севере Индосландии формируется область пониженного давления. Исландский минимум. В умеренных широтах дуют западные ветры с большим количеством штормов. Тропические широты преоблюдают посады. Севернее экватора, у берега Африки возникают тропические циклоны. Запишите информацию в таблицу. Постоянные ветры Тихого океана образуют два круговорота поверхностных вод. По часовой стрелке в северном полушарии и против часовой стрелки в южном полушарии. Обозначьте крупное течение на контурной карте. Течение в Атлантическом океане, как и в Тихом, образует два круговорота циркуляции воды по часовой стрелке в северном полушарии, против часовой стрелки в южном. Запишите информацию, найдите и обозначьте течение на контурной карте. Но в отличие от Тихого океана, они перемещаются не в широтном, а в меридиональном направлении. Тихий океан богат разнообразными минеральными ресурсами. В шельфовой зоне сформировались залежи нефти и природного газа. Найдены месторождения железомарганцевых конкреций, россыпи оловянных руд, фосфориты. Это самые богатые по числу видов живых организмов. На долю океана приходится почти половина мирового улова рыбы. Запишите информацию. В Атлантическом океане прилегают самые оживленные морские пути. Нефть и природный газ разрабатывают на шельфе. Из морской воды получают поваренную соль. Воды Атлантики загрязняются речными и бытовыми стоками прибрежных городов. Морские пути при транспортировке нефти. Запишите информацию. Поставьте видео на паузу и проверьте правильность записей в таблице. Сделайте вывод работы, ответив на предложенный вопрос. Рассмотрим Индийский и Северно-Ледовитый океан. Запись производите в форме таблицы, аналогична характеристике предыдущих океанов. Помните! Находим и обозначаем географические объекты на контурной карте. Индийский океан расположен восточном и практически полностью в южном полушарии. Омывает Евразию, Африку, Австралию и Антарктиду. Это третий по площади и глубине океан Земли. Обратите внимание на площадь океана. Океан связан с Атлантическим и Тихим океанами и не имеет связи с Северным Ледовитым. Береговая линия изрезана слабо. Здесь небольшое количество морей и островов материкового происхождения. Образовавшиеся в Индийском океане срединно-океанические хребты на стыке летосферных плит тремя ветвями расходятся от центра. Для хребтов характерны глубинные разломы. Здесь часто бывают землетрясения и извержения вулканов. В океане мало глубоководных желобов. Максимальная глубина – в зонском желобе. Располагаясь в экваториальных, субъекватуриальных и тропических широтах, воды Индийского океана хорошо прогреваются. Моря и заливы – самое теплое в мировом океане. Обратите внимание на температуру и соленость вод. Климат северной части формирует муссоны, на западе – тропические циклоны. На южную часть оказывают влияние Антарктида. В северной части Индийского океана течения тесно связаны с муссонами. В южной части образуется кругообразное перемещение поверхностных вод против часовой стрелки. В отличие от других океанов, природное богатство Индийского океана изучено и используется недостаточно. Прибрежных районах добывают оловянные руды и фосфориты. По запасам и добыче нефти, природного газа, океан занимает первое место в мировом океане. Добыча нефти ведет к худшению качества океанических вод и уменьшению запасов промысловых рыб. Северно-Ледовитый океан почти со всех сторон окружен Евразией и Северной Америкой. Расположен за северным полярным кругом в центре Арктики. С Тихим океаном соединяются через Берингов пролив, с Атлантическим – через Норвежское море. Обратите внимание на площадь океана. Моря Северного Ледовитого океана преимущественно окраинные. Береговая линия расчленена. Практически все острова располагаются на шельфе и имеют материковое происхождение. Самый большой остров – Линландия. Самый большой залив – Гудзонов. Глубоко отдается материк. Шельф океана занимает почти половину площади дна. Широкий – материковый склон. В центральной части на тысячи километров параллельно простираются горные хребты. Средино-океанический хребет Гаккеля пересекает многочисленные поперечные разломы. Хребты Менделеева и Ломоносова больше похожи на материковые горы. Хребты разделяют ложе океана на глубоководные котловины. Северно-Ледовитый океан почти целиком расположен в арктическом климатическом поясе. Воспользуют арктические воздушные массы. Формируется центр высокого давления – арктический максимум. Температуры вод крово-год низкие. Средняя соленость океана ниже, чем в других океанах. Основную массу воды и тепла в Северно-Ледовитый океан приносит теплое Североатлантическое течение. Суровые климатические условия океана определяют бедность растительного и животного мира. На шельфе добывают нефть и природный газ. Для вод Северного Ледовитого океана загрязнение нефтью и нефтепродуктами особенно опасно. Обобщим и запомним. Тихий океан – самый большой, древний, глубокий и самый теплый поверхностным слой океана. Атлантический океан – второй по величине и глубине. Это наиболее соленый, изученный и освоенный людьми океан. Индийский океан – третий по площади и объему вод океан на Земле. Северно-Ледовитый океан расположен за Северным полярным кругом в центре Арктики. Самый маленький по площади, самый мелкий и самый холодный океан планеты.